Всем огромный привет! Дважды в месяц я совместно с каналами София Белавина, Анна Флорида и Элла 2000 рассказываем вам свои секреты красоты в домашних условиях. Все ссылочки вы сможете найти внизу под видео. Подписывайтесь на каналы, чтобы не пропустить новые рецепты. Сегодня готовим содовый скраб для лица. Содовый скраб для лица является отличным помощником при уходе за кожей лица. Гидрокарбонат натрия обладает отличным антибактериальным и заживляющим эффектом. Мелкие ранки и трещинки быстро заживают, не оставляя ни единого следа. Особенно рекомендуется скрабы из пищевой соды для обладательниц жирной кожи. Раствор соды сужает поры, предварительно очищая их и защищая от закупоривания. Но даже такой безобидный скраб нужно использовать с осторожностью. Как правило, косметические средства данного типа довольно эффективны, поэтому не стоит переусердствовать. Достаточно очищать кожный покров один раз в неделю. После применения скраба с содой, на лицо обязательно нужно нанести увлажняющий крем, чтобы уберечь ее от пересыхания. Это касается всех типов эпидермиса, включая и жирный вид. Если на лице присутствует большое количество воспалений, то от использования соды также стоит отказаться. Рецепт скраба является довольно простым. Приготовить его в домашних условиях можно в любой момент. Главный компонент очищающего средства сода. Кроме нее вам понадобится морская соль. Вместе эти два компонента образуют эффективную смесь против жирного блеска. Используйте простую воду, чтобы соединить компоненты. Соду и соль, объединенные водой, необходимо тщательно перемешать, пока соль полностью не растворится, а скраб не будет напоминать кашицу. Наносите средство легкими массирующими движениями, а после процедуры смойте средство и нанесите на кожу увлажняющий крем. Такой простой скраб глубоко очищает поры, выравнивает цвет лица, дарит коже сияние и все ненужные омертвевшие клетки с легкостью удаляются. Используем средство один раз в неделю. Желаю вам будьте здоровы, будьте красивы, подписывайтесь на мой канал и встретимся с вами в следующем видео. Всем пока!